Здравствуйте! В эфире журналисты медиапортала «Столица Нижней» Сергей Костенко и Светлана Кибалина. И вы смотрите программу «Со всех сторон», в студию которой приходят только разносторонние личности. Сохраним нашу историческую родину. Таков девиз Международного дня памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля. И в связи с этой предстоящей датой мы позвали к нам нашу сегодняшнюю гостью, заслуженного художника Российской Федерации, заслуженного деятеля искусств России, Татьяну Георгиевну Холуёву. Здравствуйте! Но сначала давайте познакомимся с вами немножко поближе. Давайте, насколько стол позволяет. Татьяна Холуёва. Нижегородский скульптор-монументалист. Среди её самых известных памятников Пушкин и Георгий Победоносец. Дважды лауреат премии Нижнего Новгорода. Почётный гражданин Нижнего Новгорода. Её работы представлены в музеях России и частных собраниях Украины и Швейцарии. Татьяна Георгиевна, вот сразу вопрос, который даже я и сначала-то не хотела задавать, потому что, думаю, в справке расскажем, но вопрос. Татьяна Георгиевна, почему вы стали не просто скульптором, а скульптором-монументалистом? Это ведь для хрупкой женщины в вашей миниатюрности монументальные скульптуры – это какие-то два совершенно противоположных понятия, нет? Ну, во-первых, по лесам легче лазать, вес полегче, лизница не сломается под тобой, извините. Но дело в том, что я хотела поступать в Штиглице, барон Штиглице, это такое Ленинградисе, высшее учебное заведение, а там скульптура только монументальная, не станковая. То есть так сложились обстоятельства? И обстоятельства, наверное, все-таки желание было, потому что монументальная скульптура, ее смысл, ее профиль, как раз памятники, вы назвали памятники? Выходить в экстерьер. Станковая она работает для интерьера, она в помещении внутри, а здесь привязка к месту. Тут задачи побольше, посложнее. То есть вы хотели, чтобы ваше произведение видело как можно больше людей, чтобы они стояли на улице? Хотела просто такая установка. Кто-то работает для интерьера, а кто-то для экстерьера. Там задачи у нас побольше и посложнее. Татьяна Георгиевна, а вы с детства что-то лепели? Лепела, рисовала. То есть вы хотели? Лепела, да, хотела. На перекор родителям. Почему? Кем хотели видеть вас родители ваши? У меня была отличница круглая, поэтому они хотели. Папа конструктор известный, он хотел, чтобы я математика, физика пошла в какие-то технические дела. Не жалеете сейчас? Ну, что скульптура немножко жалеет, тяжеловато. Он говорит, ну если так уж тебе хочется, иди там на керамику, на текстиль, книжную графику, полегче, попроще. На Девочкино? Да. Вот есть какое-то место у нас в городе, куда просто просится памятник, и который бы очень эффектно бы там смотрелся? Эффектно я не знаю, это зрителям. Но вот прямо какие-то вопросы хорошие задаете. Я давно, очень давно думаю о том... Люблю Пушкина, так? Он прославил нашу губернию, наш город, вообще нашу Россию, на весь мир прославил, да? У нас есть замечательное место, где он ходил своим телом, где он был, где он ходил. Архитектура очень подходящая. Это бывшее дворянское собрание, сейчас клуб Свердлово, там портик, архитектура. И вот входящий Пушкин. А все он... Даже эскиз у меня есть давно-давно, эскиз, надо его привезти, показать вам. Ну, такой вот такой... А вы его планировали бы поставить, как сейчас вот модно, прямо на асфальт, да? Чтобы он был вровень... Или на постамент. Или на постамент. Вы знаете, что? Вы знаете, что? Как бы композиция у меня задумана была. Так, чтобы он из того пространства... Меня с годами все интересует. Верхний мир, нижний мир. Мы здесь в плоти живем, в плоти, да, около земли блеска, да? А он оттуда спускается и приносит нам свои... С видами, с произведениями. Есть ли у вас какой-то собственный хит-парад памятников? Рейтинг. Рейтинг. Рейтинг, который вы бы сказали. Вот если эти памятники человек не увидит, его нельзя считать вообще... Культурным. Образованным. Вот Аникушинский памятник на площади искусства. Ну, потрясающий. Один из лучших в мире, по-моему. И по духу, по сути, по своей, по композиции и по образу. В памятнике образ – это прежде всего образ. Не просто иконография похожа, а суть внутренняя. Когда вы делаете свои памятники, вас что вдохновляет на них? То есть вы ложитесь спать, вам ночью приснился он? Или вы долго думаете о нем? Какой ваш процесс? По-разному бывает. Во-первых, надо узнать, что за объект. Кто? Герой? Какой герой? Для события такое. Надо проживать его. Как... Сейчас дальше расскажу. Если человек, допустим, то нам говорили, если работаешь с портретом, то портретируемому нужно лезть в кишки. Изнутри его. Да. Не в прямом смысле. А образ почувствовать изнутри. Не просто похоженький, да, как Мадам Тюссов, все-таки, все-таки, вот, это будет больше образ, когда внешнее сходство и в то же время наполнение сутью этого человека, этого человека, не другого. А вот, кстати, сразу же вопрос, когда вы делали... Понятно, когда вы делаете исторический персонаж, но вот ваш Георгий Победоносец, как можно было проникнуть в сущность святого? Это большая тайна. А, это ваша... Тайна художника. Нет, не тайна художника. Не знаю, наверное, говорить, не скажу. То есть, это что-то личное, да? Мне было показано. Вот это опять же о том, как рождаются. Это был редкий случай, понимаете? Потому что, когда вот тебе место указано, ты уже на нем бываешь, нам говорят, спи, ешь, гуляй, ходи на этом месте, чтобы ощутить его. Потому что настоящий монумент, он рождается вот именно для этого места. И вот, Георгий Победоносец, вы, гуляя по Кремлю, что-то у вас... Там была, знаете, очень сложная ситуация, очень сложная. Там уже много техники было, техники, места мало, и всякие варианты были, всякие. И потом решили так выпрыгнуть. А раз выпрыгнули, то, значит, давай сверху мы работаем. Из тех памятников, которые есть у нас, какой, по-вашему, самый такой душевный, рядом с которым энергетика хорошая, которую прям вот народ к себе притягивает? Я не могу за народ сказать. Ну, ваш лично. Вас тянет какой-нибудь памятник? Да, что будет... Или ваш? Вот рядом с ним вам хорошо, и у себя чувствует... Мне нравится памятник Мартаса, который в Кремле, обелиск, очень элегантный, деликатный. И там память, понимаете, там вечность. Когда идет больше жанра, поближе, вот сюда к человеку, тут можно... А что-то древнеегипетское такое, да? Ну, они не совсем плохо делали в Египте. А как вы относитесь к тому, что нам вернули вот изначальный памятник, который стоит сейчас на московской Москве? Вы знаете, что мне очень нравится в Москве, очень. Мартас вообще серьезный скульптор был и монументалист очень высокого уровня, класса. Он, по-моему, 6 или 7 лет лепил, да? У нас сейчас принято за неделю, за две. Поэтому что вложишь, что и получишь. Это как бы естественно. И то, что его вернули к нам. Не его вернули. Копию, копию. Она, во-первых, меньше. Маленькая же, да? И с другим наполнением. По внешнему, по движению, по как бы... По осям, как говорят, да? Похоже, да? Душа памятника осталась там. В Москве на Красной площади. А вот давайте еще сравним наши скульптуры и, скажем, европейские или вообще заграничные. Ведь они же очень сильно отличаются. Потому что европейские, особенно в последнее время, идет авангард. Идут какие-то странные конструкции. Но у нас, наверное, тоже есть такой течень. А у нас же практически очень консервативные скульптуры стоят. Это с чем связано? Трудный вопрос. С модой. Вот из современных мне в Венгрии нравятся очень такие штробля. Красивый памятник Победе. На горе стоят высокие. Это монумент. Вот есть понятие памятник. В Будапеште, да? Памятник – это памятник. Который стоит на горе, да? Да, да. Ну, там и место роскошное. Он так стоит. Так он попал в это место? И отсюда плавный вопрос. А вот венгерский памятник Оленя, как вы думаете, он вписался в нашу? Я думаю, да. Ваша оценка, да. Мне кажется, он хорошо вписался. Он, во-первых, решен современно. Современно иногда, как бы считают современно, вот как не всегда, вот выломать, вот и будет современно. Вот вы, как наш родственник говорил, и штанов выпрыгнешь, вот и современно. Он в то же время, понимаете, хорошо работает со средой. Как-то дышит. Он красиво стоит. Он там на своем месте. И по серебристому вот эту блеску, и по манере, и по внутреннему содержанию. Вот олень вроде, да, олень. А у него внутри есть, вот не только оболочка. Красиво, красиво стоит. Мне нравится, вот из современных теперешних, мне это нравится. Хотя это не памятник. Есть понятие какой-то градации. А он, как его назвать? А? Как его назвать? Я не знаю. Скульптура, наверное. Ну, как бы по нашей градации, ученической, как нас учили. Это садовая скульптура, или парковая, это, понимаете, декоративная скульптура. Декоративная скульптура. А как вы относитесь к декоративным скульптурам, которые сейчас украшают там покровку? Ой, не надо. Они не украшают. Это дурной вкус. Не надо его прививать. Не надо. Во-первых, по пластике низкий уровень самодеятельный. Если говорить четко, там ноги не вставлены, руки не живут. А почему вот не советуются, например, с вами? Вопрос к тем, кто подарил эти работы Нижнему Новгороду. Как вы считаете, кто должен решать, какой памятник и где ставить? Это должен быть народ. И это должен быть власти. И это должно быть профессионально. Вы знаете, раньше была монументальная комиссия. И в область полкома, ну, когда область была, и в гор монументальная. Она состояла, эта комиссия, много лет членом комиссии была. Из историков, литераторов, художников, архитекторов, краеведов. Это как бы общее было решение. Кому, чему, где, как. Понимаете, это коллегиальное мнение. И оно надо уважать. Но мнение профессионалов. Мы поздравляем вас. Спасибо. А я вас. Что вы такую тему замечательную. Спасибо большое, что пришли к нам. Давайте пожелаем и вам творческих успехов в дальнейшем. И нашему городу красоты и процветания. Красоты, да, эстетика, чтобы была, да, уровень в природе соответствовала. До свидания. До свидания. Всего хорошего. Спасибо. С вами хорошо.